В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Сергей Кучеренко, оставшийся без попечения родителей, получил квартиру в новом доме жилого комплекса «Пригород Лесное». Здесь вот какой-нибудь диванчик поставил, вот здесь вот долгий какой-нибудь стол. Ленинское окружное отделение общественной организации «Дети войны» отметило десятилетие со дня создания. Это дети героев, победителей Великой Отечественной войны. Это люди, которые знают цену миру. Видным подвели итоги второго ежегодного фестиваля «Лови волну». Мы рады, что наш Ленинский округ настолько богат талантливыми людьми. Своя собственная однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса «Пригород Лесное» теперь есть и у Сергея Кучеренко, оставшегося без попечения родителей. Свежий ремонт, система «Умный дом», сантехника и электрическая плита. Осталось лишь завести мебель. На осмотр вместе с Сергеем отправилась и наша съемочная группа. Здесь, в новом доме жилого комплекса «Пригород Лесное» совсем скоро справит новоселье 18-летний Сергей Кучеренко. Собственная квартира ему положена по губернаторской программе «Жилище», которая предусматривает вручение ключей детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Мы довольны тем, что формат жилья изменился. Изменился в том плане, что раньше это были квартиры в студии, без этой перегородки, и кухня практически непосредственно здесь. Можно сказать, что это хорошая однокомнатная квартира. В квартире общей площадью 30 квадратных метров сделан качественный ремонт. Внедрена система «Умный дом». Есть вся необходимая сантехника, электрическая плита и застекленный балкон. Осталось завести мебель и можно заселяться. На осмотр Сергей приехал вместе с опекуном Людмилой Воронцовой. Здесь вот какой-нибудь диванчик поставил. Вот здесь вот был бы какой-нибудь стол. Вот на нем компьютер, тут шкаф. Я за него очень рада, что он сможет жить отдельно в квартире, строить свою жизнь. Мальчик послушный, беспроблемный. Сергей – студент колледжа Московия. Учится на повара и обожает готовить. Но помимо увлечения кулинарией, есть у него и другие таланты. Занимаюсь охотованием на полуторном мячах. Занимаюсь в фейер-шоу, стрельбой из лука. Ездил на чемпионаты России. Недавно ездил в город Шатуру с номерами. Получил третье и второе место. Семью Людмилы Воронцовой Сергей живет с 12 лет. Найти братика предложил внук женщины, которого она воспитывает одна. Затем появились и две сестрички. Сейчас девочкам 11 и 17 лет. Приемные, они знаете, как хрустальное стекло или ваза. С ними настолько надо осторожно быть. То есть я никогда не думала. Но без любви ничего невозможно. И если бы, конечно, не Господь, то я бы никогда не решилась. Губернаторская программа «Жилище» в новой редакции работает с 2013 года. Спустя пять лет Сергей сможет приватизировать квартиру и распоряжаться ею по своему усмотрению. Спасибо вам большое за воспитание прекрасного парня. Ну а теперь развивайся, не оставляйся на достигнутом. Потому что повар высокой квалификации – это практически как президент на кухне. Поэтому еще раз всего хорошего. Спасибо вам. До конца года собственным жильем будут обеспечены еще 11 юношей и девушек. Также ребятам администрация муниципалитета вручает сертификат на приобретение бытовой техники. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинское окружное отделение общественной организации «Дети войны» отметило десятилетие со дня создания. Наша съемочная группа побывала на праздничном мероприятии, посвященном юбилею объединения, которое прошло в актовом зале Совета ветеранов. Вот так дружно и весело под мелодию любимых песен участники Ленинского окружного отделения общественной организации «Дети войны» встречали гостей праздника. Объединение было создано ровно 10 лет назад. И эту дату председатель Владимир Безбожный считает символической. 12 декабря, 12.00, 12 месяца декабря 2012 года, как раз эти 4, 12 являются талисманами нашей организации. На протяжении всего этого времени «Дети войны» регулярно участвовали во многих мероприятиях Ленинского городского округа, Москвы и области. Мы объединились в эту организацию «Дети войны», чтобы каким-то образом защитить себя, стоять из себя, потребовать. Мы начали подпись, собор подписей. Президент говорил, вот вы соберете 100 подписей по какому-то вопросу, мы будем его решать. Мы собрали 3 миллиона подписей. Одна из целей организации – сохранить память о вкладе русского народа в победу над фашизмом и передать эту историю подрастающему поколению. Мероприятие, ну, раньше у нас было помещение хорошее, нам сначала выделили. И мы там много собирались, отмечали все праздники, все даты. Приглашали туда и школьники приходили, и даже московская школа к нам приезжала. И многие приезжали. Потом мы много ходили в нашу сельскую школу. Много теплых слов в адрес участников организации сказала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Это дети героев, победителей Великой Отечественной войны. Это люди, которые знают цену миру, которые сами восстанавливали страну из руин. Татьяна Квасникова также вручила подарок для организации и зачитала поздравления от главы муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Овидное ТВ. Жители микрорайона «Государев дом» бьют тревогу. Во дворах домов жилого комплекса стали появляться знаки, запрещающие парковку. В случае нарушения, судя по информационным табличкам, автомобили будут эвакуированы. Чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию, было организовано собрание местных жителей. На нем представители управляющей компании объяснили, что работы проводятся в строгом соответствии с планом организации дорожного движения, который предоставил застройщик. С кем было согласовано, мы как жильцы не можем поставить возле своего дома. Любая установка знаков, она требует согласования схемы движения по территории. Схема движения – это соблюдение правил ПДД, это проектное решение, где одностороннее движение, где можно ставить, где нельзя, полежащий полицейский, где возможна установка, где запрещена стоянка. Это все подлежит проверке действующим нормам законодательства, в первую очередь дорожное движение, и согласованию с проектными организациями, институтами, которые опять-таки все эти строительные нормы учитывали. Сомнений в законности установки этих знаков жителям добавил способ их размещения. Одни не соответствуют ГОСТу, другие непонятно зачем нужны. Например, вот этот запрещает парковку на огороженной железным забором клумбе с кустами и деревьями. На территории ЖК есть платные парковки, но, по мнению граждан, во-первых, на всех их не хватит, а во-вторых, не всем они по карману, о чем довольно эмоционально заявляли жители. ЖК на 30 тысяч человек, 30 тысяч, мы парковку поставили на 150 мест. 14-й дом Сухановская, 20 парковочных мест, 10 подъездов в дому, где нам ставить машину? У нас очень много многодетных, много пенсионеров. Вы на 13 тысяч жили когда-нибудь? Давайте с этого начнем. И я еще должен 3 тысячи, допустим, не я, вот там люди есть, 3 тысячи отдать вот этому дяде. Несмотря на эмоции, конструктивный диалог все же получился. На собрании было принято решение в ближайшее время собрать комиссию, в которую войдут местные жители, представители застройщика, администрации округа и госавтоинспекции. Им предстоит проверить правила установки знаков, их законность, а самое главное – целесообразность такого шага. В библиотеке поселка Горки-Ленинске состоялся творческий вечер члена Союза писателей России поэта Марии Моцарь. Гости и коллеги послушали произведение героини дня и поделились впечатлениями. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлия Пагасьян. Не зря жители поселка Горки-Ленинские называют свою родину литературной столицей Ленинского городского округа, ведь здесь живут удивительно талантливые люди. Одна из их представительниц – Мария Моцарь. Свою жизнь творчеству поэтесса посвятила еще в детстве, но это не помешало ей окончить медицинское училище. 36 лет проработала медсестрой, а параллельно писала. Приходит такое вдохновение, просто хочется написать. Иногда не идут вдруг стихи. Где-то пошла одна строчка, а потом уже дорабатываешь. Даже где-то в метро, в автобусе лишь. Ну, очень приятно, что люди довольны. И довольна я, конечно. Около 30 лет Мария Моцарь состоит в литературном объединении имени Шкулева. За это время выпустила пять сборников поэзии. Четыре из них для взрослых, один для детей. Помимо этого, сочиняет стихи для музыкальных произведений. В ее коллекции более 10 песен. У нас периодически проходят литературные вечера, которые организовывают. Вот мы, тиротдел, библиотека, и совет ветеранов в том числе подключается. И мы решили в этот раз не ждать никакого повода, а просто порадовать наших жителей вот хорошими стихами, качественными стихами нашей жительницы Мария Петровна Моцарь, которая является членом Союза писателей России. В этот вечер здесь друзья и близкие писательницы. И, конечно, коллеги по литературному объединению. Подарили виновнице торжества массу теплых слов и воспоминаний. Я вот сегодня с утра дома залезу в интернет и посмотрю, что там про нашу Марью Петровну. Нигде нет года вашего рождения, Марья Петровна. Я когда глянула вот на эту фотографию, я когда вспомнила ваши желтые цветы, да какой вообще возраст. Если только о любви и надо говорить. Поэтому, Марья Петровна, конечно же, вам здоровья, крепкого здоровья. Вот. Вот. Я не боюсь сказать это слово. И любви. Спасибо. Работа, любовь и творчество. В жизни Марии Петровны было и есть все, о чем она мечтала, к чему стремилась. Этот вечер подарил поэтессе море улыбок, хороших эмоций и цветов, о которых, может, и будет следующее стихотворение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно. В Видном прошел второй ежегодный фестиваль «Лови волну». На протяжении нескольких недель более тысячи участников демонстрировали свои творческие возможности. Наша съемочная группа побывала на церемонии награждения лучших из лучших. Восемь разножанровых конкурсов, сотни творческих представлений и номеров. В Видном во второй раз прошел фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». Апофеозом его стал концерт награждения, где отметили самых ярких и талантливых. Настолько много талантливых, умных ребят. Мы рады, что наш Ленинский округ настолько богат талантливыми людьми. И этот фестиваль – доказательство этого. За несколько недель прошли фестивали по разным видам искусства. Хореография, вокал, театральное мастерство, литературное творчество. Участниками стали более тысячи человек. Ветновчанка Маруся Орлова с песней «Ленинградский рок-н-ролл» стала одной из победительниц вокальной номинации «Номер яркий» с подтанцовкой. Все, как у настоящей артистки. До мелочей продуман даже образ исполнительницы. Этот образ, юбка, такая кофта, цепь, куртка – это, наверное, все, потому что прям песня такая. Прям когда можно послушать эту песню, и сразу нарисовывается образ в глазах. Анна Колоскова из театрального коллектива «Твит» принимает участие в фестивале уже второй год подряд. И оба раза успешно. Девушка продекламировала стихотворение «Памяти детей», за что признана победительницей в номинации «Выразительное прочтение». Я, на самом деле, очень рада. Это у меня уже, получается, будет вторая статуэтка. Я буду дальше продолжать также участвовать в разных конкурсах, потому что мне это очень нравится. Мечта какая? Мечта, наверное, больше как-то связать жизнь с актерским мастерством. Проводить фестиваль «Лови волну» планируется ежегодно. А еще в мыслях организаторов сделать его областным, чтобы как можно больше юных и талантливых поймали свою волну. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова